Приветствую, друзья. Тумы вводят наказание за пропаганду child-free. В Чечне запрещают теорию Дарвина, а главная телеведущая страны не стесняется рассказывать про телекинез. Путинский режим вошел в такую фазу, что отличить правду от вымысла, а пародию от реальности с каждым днем становится все сложнее. На сатирические паблики с выдуманными новостями ссылаются как на настоящие источники информации, что самое смешное, иногда придуманные в сатирических пабликах фейки становятся настоящей реальностью. Мы живем в таймлайне, где жизнь копирует пародию, а любой маразм легко может быть воплощен в реальность. Недавно много шуму наделала колонка Михаила Зыгаря в Шпигеле. В ней Зыгарь пересказывает циркулирующие по Москве слухи, что Путин ездил в Монголию советоваться с шаманами по поводу применения ядерного оружия и якобы вернулся из поездки довольный. Конечно, звучит как безумная фантазия, но все-таки это Шпигель, солидное издание с репутацией, да и Зыгарь, в общем-то, не профессор Соловей. А еще через две недели после этого материала Путин заговорил об изменении российской доктрины применения ядерного оружия. Да к тому же мы достаточно достоверно знаем про многочисленные поездки Путина с Шойгу в тайгу, да и к шаманам. Вот и думай после этого, правда это или нет. Согласитесь, очень не хочется верить, что вопрос потенциального начала войны на уничтожение всего человечества решает безымянный шаман из Монголии. Впрочем, даже если бы этот шаман был не из Монголии, а наши отечественные откуда-нибудь из Тулы, легче бы от этого, ну вообще не стало. Владимир Путин уже 25 лет находится во главе государства. Последнее десятилетие, как минимум, он пользуется совершенно безграничной властью. Он замкнут на небольшое количество доверенных людей, у него очень узкий круг общения, он давно потерял связь с реальностью. Мы можем только догадываться, во что этот отманительный и не очень образованный человек на самом деле верит. Но если просто посмотреть на информацию, что периодически всплывает в СМИ, то закрадываются нехорошие мысли. Ну вот, например, с кем Путин советуется при принятии важных решений? С советниками и помощниками? С министрами? С членами Совета Безопасности? С якобы поддерживающей его партией? С семьей, наконец? Нет, как бы не так. С православными старцами. Если верить изданию проект, Путин при возвращении на пост президента в 2011 году советовался с духовенством в Аллаамском монастыре, а потом сошелся с неким старцем Ильем, через которого теперь якобы можно всего за пару дней донести информацию до президента. Понятно, что некий мистицизм бывает свойственен случайно вознесшимся на вершины людям. Но все же должно быть в некоторых разумных пределах. Наверное, автократ может советоваться со старцами, какие палеты называть на инаугурацию, золотые или серебряные. Но вот отдавать им на откуп вопрос, идти ли на новый срок. Или вот возьмем важное архитектурное наследие Путина. Понятно, что, как каждый уважающийся диктатор, он обязан оставить после себя монументальное сакральное сооружение. Фараоны в древнем Египте должны были строить пирамиды. Не строишь, ну, не фараон. Уважающий себя диктатор тоже должен оставить истории какое-то внушительное сооружение. Для Путина построили мрачное, как будто для звезды смерти и звездных войн, здание главного храма вооруженных сил России. Он посещал его и даже якобы просил убрать свою физиономию с мозаики внутри храма. Для этого сооружения переплавили трофейное нацистское оружие. В храме разместили якобы уникальные реликвии, в том числе фуражку Гитлера. Простите, это точно православный храм. А почему там мощи, ну, или фуражка Гитлера, а не мощи христианских святых, отдают каким-то язычством, помноженным на каргагуль. Но никак не христианством, ну, согласитесь. Что-то в духе как раз увлечения нацистского руководства оккультизмом. Кстати, насчет нацистов. Путин неоднократно цитировал и признавался, что читает Ивана Ильина. Это белоэмигрантский философ, взгляды которого можно охарактеризовать не иначе, как фашизм. Также Путин говорил, что читает философа-мистика Николая Бердяева, а заодно излагал теорию пассионарности нации Льва Гумилева. Он вообще не чушь теориям Загава. Например, теории золотого миллиарда. Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Ну, почему вот этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? Чтобы узнать о ее конспирологической сути, достаточно открыть Википедию. Но, как мы знаем, Путин интернетом не пользуется. Хотя боюсь, что интернет бы ему не помог. Он бы и там нашел бы какое-нибудь сообщество сторонников плоской земли или сообщение, что Билл Гиттс чипирует людей при помощи 5G. Это ведь так похоже на его проноидальную боязнь биолабораторий и иностранцев, собирающих биоматериалы россиян. Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны. И связаны с последними достижениями в области генетики. Это значит, что из того, что вот я видел, могу только это повторить, о чем там идет речь? О том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. О чем идет речь? О невозможном с научной точки зрения генетическом оружии, поражающем только представителей определенных национальностей. Путин верит в расово нацеленное генетическое оружие. Разве мы удивимся, что такой человек может всерьез размышлять о создании эликсира молодости или о секрете вечной жизни? Или что он купается в крови оленей моралов в оздоровительных целях? Как мы знаем из народной мудрости, каков поп, таков и приход. Путин окружил себя лояльными, всегда с ним соглашающимися людьми. Кто из них убежденный маркобес и конспиролог, а кто лишь делает вид, мы не знаем. Но Путин уже 20 с лишним лет варится в кругу людей, транслирующих на него самые безумные идеи. Тут и Николай Патрушев, цитирующий добытый из подсознания госсекретаря Олбрайт мысли. Тут и Сергей Лавров, рассказывающий о вездесущих и коварных англосаксах. Михаил Ковальчук, продвигающий идею создания нового подвида людей, служебного человека. Якунин, рассказывающий про управление миром из тайной комнаты на верхних этажах Empire State Building. Меня пригласили на самый верхний этаж Empire State Building. После этого мы закусили немного. В этот момент решился вопрос о перетоке капитала приблизительно в объеме 200 миллиардов долларов. И даже внешне нормальный вменяемый глава администрации президента Антон Войно и тот засветился с безумной статьей про нооскоп. Помните, как сам Путин говорил, что если работать президентом 7 лет, то можно сойти с ума? Боюсь, в его случае это оказалось самосбывающимся пророчеством. И не только в силу недостатка образования, и не только потому, что выходцам из спецслужб вообще свойственен на конспирологическое мышление. И даже не в силу возраста. В конце концов, Путину лишь 72. По современным меркам это не так много. Главная проблема в самом устройстве власти. Путин замкнул на себя решение всех вопросов в огромной стране. Это физически невозможно. Это не может делать один человек. Это должны делать институты. Это должны быть коллегиальные решения. Но Путин боится институтов и не доверяет им. Он окружил себя лояльными прислужниками, которые замкнули все его общение на себя. Эти люди стараются угодить вождю и говорят только то, что он хочет слышать. Неправильная и неработающая в большой стране система управления привела к образованию замкнутого информационного пузыря вокруг Путина. Получилась эхокамера, в которой все его идеи и заблуждения многократно ретранслируются и усиливаются. Поддакивающее и услужбливое окружение вскормило в Путине маразм и мессианство и многократно усилило все его мракобесные идеи, а также распространило их на всю страну и сделало обязательными для применения. Счастливо вам! России необходимо избавиться от путинского режима, но еще более важно избавиться от той концентрации власти в руках одного человека, которая и породила Путина и его мракобесный режим.